я вас приветствую друзья в этом ролике вы увидите очередной мою беседу с андреем герасимовым одним из моих зрителей моим подписчикам мы с ним уже проводили несколько бесед а очень интересные темы и в одной из них была история некая забросанное село шатур и про загадки этого села главными из которых является на мой взгляд загадка одной могилы и трех молодых парней и никого камня который якобы на каком-то древнем капище и так далее и тому подобное и вот в этом ролике вы услышите ответы на эти загадки то есть андрей герасимов съездил еще раз в это село и и сумел разгадать а мой взгляд эти таинственные моменты спасибо за познавательную беседу мне кажется это будет вам очень интересно что хотел рассказать осенью прошлого 2023 года мы с вами освещали историю о том как я ездил в поход в заброшенное село шатур в московской области и это сейчас немножко напомню это заброшенное примерно с девяносто первого года село в егорьевском районе московской области село древнее 15 века вот и собственно говоря она расположена все целиком в лесу вот электричество там нету как следует из информации из интернета в девяносто первом году некие воры украли трансформатор с которого шло электричество в шатур и местные власти решили там живут всего несколько семей ничего страшного поживут без электричества там полтора инвалида живет ничего без электричества поживут и электричество не стали восстанавливать шатур с девяносто первого года остался без электричества и с тех пор соответственно он стал все больше больше загибаться вот есть там церковь древняя не древняя я неправильно сказал не древняя вернее церковь сгорела осталась колокольня в девятьсот девятом примерно году была построена колокольня и кирпичная колокольня хорошая такая добротная колокольня до сих пор стоит ее можно восстановить я уверен что ее если заняться можно восстановить а даже на мой взгляд не особо то и перекошенные чего-то там но ремонт требует купол нужен конечно колокола нужны можно восстановить а церковь была деревянная она сгорела в 70-е годы вот как мне удалось выяснить она была заброшена там собиралась молодежь жгли костры и вот как-то раз она загорелась а церковь кстати эту по некоторым данным расписывала будущее известный советский художник грабарь вот я свечал значит биографию грабаря как раз когда строилась эта церковь он жил неподалеку в егорьевске это же егорьевский район московской области вот как раз когда она строилась церковь грабарь шел в егорьевске поэтому очень высока вероятность что действительно именно он и расписывал тем более я не думаю что было много художников там в то время и было много вариантов кому расписывать а грабарь все-таки уже был художник молодой художник но уже умел расписывать вот и когда мы с моим другом дмитрием без которого тот поход бы не состоялся поход 22 года сейчас я про него говорю вот когда мы хотели по кладбищу мы обнаружили ну там есть кладбище заброшенное кладбище ну тогда же вот заброшенное лет 30 назад примерно в девяносто первом году что такое кладбище заброшенное 30 лет назад это уже лес где среди деревьев значит торчат памятники кресты и тому подобное и там среди этих крестов этой разрухи хаоса упавших деревьев мы обнаружили очень странный мемориал значит стоит табличка такая как бы могилка небольшая могилка я бы назвал это кинотаф кинотаф то есть это когда делается могила или отмечается место гибели человека и соответственно это захоронение она по факту останков покойного не содержит вот табличка с и на ней написано что трагически погибли 13 сентября девяносто четвертого года и перечислены четверо молодых людей все 70-х годов рождения самый старший по моему семьдесят второго года рождения самый молодой я точно не помню как я просчитал значит самому старшему по моему двадцать два года на момент смерти на 13 сентября девяносто четвертого года самому младшему 16 лет вот и таких четверо но соответственно я предположил что если это не могила то это отмечено их место гибели здесь на кладбище что же с ними здесь произошло вот но к сожалению на тот момент на двадцать второй год у нас не было возможности к сожалению там это выяснить вот и поэтому когда мы с вами выпустили ролик осенью двадцать третьего года прошлого то у нас не было ответов на вопрос что же там случилось вот и соответственно но было предположение может быть кто-то из наших зрителей где-то что-то знает или может у кого-то узнать прольет нам свет на эти события но такого не было у меня все-таки я не люблю как бы незавершенной истории надо доводить до конца были у меня попытки узнать правду я разместил пост в такой группе в контакте называется русское кладбище вот это тоже такая исследовательская группа но посвященной кладбищам россии то есть там могилы знаменитостей какие-то примем памятники интересные старинных склепы но все что связано скажем так с кладбищем что-то такое интересное примечать бывают люди и что-то неинтересно и совсем там выкладывают мозгов тоже не у всех хватает там он фотографию барона на памятник накакала на кладбище взять это выложить пост ну что в этом интересном я не понимаю ну да ладно вот в общем я выложил пост эти фотографии и там мне откликнулся один человек он тоже как я понял блогер и ну только он вот на кладбище специализируется и он тоже там был в этом шатуре тоже видел вот этот интересный памятник тоже задался мысль а что же здесь произошло спрашивал местных ему сказали что мы ничего не знаем вообще ничего не знаем что это кто это что за памятник откуда взялось то есть информации ноль вот а вот такая была информация то есть тоже тупик меня это еще удивило но как так вы тут живете живут там самосем я скажу так то есть не совсем понятно что за люди прописаться как я понял там невозможно те домики которые там стоят они нигде не оформлены на кадастровом учете не стоят то есть просто видимо какие-то ну жители этого села кто еще жив там а может быть и не жители этого села кто занял ну да ладно в общем в результате чего тайна оставалась неразгаданной и 1 июня 2024 года мной была предпринята попытка организовать повторный поход в село шатур с целью установления что же там произошло сразу хочу выразить большую благодарность моему другу александру бадаеву без которого этот поход бы точно не состоялся потому что благодаря ему мы вдвоем поехали вот было очень жарко кондиционер у меня не работает к сожалению сейчас в машине испортился было жарко но тем не менее все тяготы были мужественно перенесены нами в общем пришли мы в село шатур я заранее включил видеозапись на телефоне в общем все снимал на камеру у меня получилось около часа общей сложности видеосъемки ну прям вот так как мы по дороге идем изначально я начал снимать пришли посмотрели сначала вообще что нового здесь нового ничего хуже только стало кладбище еще больше заросло на кладбище я помню у меня есть фотографиях лежал крест с купола церкви явно не могил не с купола церкви тяжелый сейчас что-то я хотел его найти посмотреть нету видать утащили на металл наверное если раньше там вот от того пожара от этой сгоревшей церкви там много достаточно такого металла интересного лежало там с крестиками сразу нарезной такой всякий металл кованый дирекционный еще сейчас только одну железку какую-то я увидел и все этого ничего нет и креста вот этого я не увидел может быть зарос он так за два года но вряд ли он там давно лежал и за 30 лет что-то получается в 70-е годы если церковь сгорела он упал но вот за 40-50 лет не зарос сейчас что-то я его я его не нашел я говорю вот что интересно там одно захоронение было вскрытое у меня тоже это есть на фото там и может быть вы помните могила интересная была хоронили не как вот выкопали явно гроб поставили и засыпали а там делалось да и соответственно сверху земля обвалилась и было видно бедренные кости покойных сейчас на эту могилу вот к сожалению дерево упала здоровенная березина прям легла на эту могилу вот я подходил тоже хотел посмотреть и почему-то проклятывая туда под березу я уже костей усопших не увидел что интересно тоже странно забрал что ли кто-то я не знаю ну да ладно в общем прошли мы к тому памятнику вот где четверым погибшим скажем так памятник ухоженный новые цветы свежие венки совсем видать на пасху ставили наверное но он тогда был ухоженный два года назад когда мы были там сигареты лежали венки тоже лежали все так ухоженно пошли мы выяснять значит дальше что же случилось дом стоит неподалеку мы подошли там во дворе хозяйка я говорю здравствуйте можно с вами пообщаться она говорит вот лучше с мужем с моим пообщайтесь вышел ее муж представился владимиром но я его порасспрашивал про село что-то может быть он интересное расскажет ну он как выяснилось в этих местах когда-то егерем работал давно но он так значит особо про село ничего не рассказал ну в принципе то же что в интернете что 15 века вот я это все тоже снимал естественно видео весь весь практически разговор я снял на видео только вот последние пять минут у меня перегрелся телефон была большая жара плюс еще от видео съемки телефон тоже нагревается и у меня вырубился телефон перегрев просто я смотрю на экран у меня устройство перегрета и перегрелось и вырвалось но там уже принципе ничего интересного не было все самое ценное я записал а самое ценное значит было что я спросил его что же случилось вот говорю такой памятник примечательный у вас на кладбище он мне рассказал значит это были четверо друзей один из них был местный то есть из шатура вернее как его бабушка была из шатура она умерла и он унаследовал от нее дом здесь в шатуре вот остальные трое были его друзья все четверо занимались каким-то бизнесом были задействованы в каких-то разборках это я дословно пересказывал про слова вот и приезжали сюда отдохнуть на крутых машинах кто-то к ним сюда тоже гости какие приезжали тоже на крутых машинах дома они вот этот отбавки который достался в порядок ну не в порядок улучшили скажем так ну деньги появились бизнесмены вот то есть облагородили дом и вот тогда в сентябре девяносто четвертого года приехали они сюда отдохнуть отдыхали значит употребляли какие-то вещества видимо наркотики а ночью дом загорелся и никто из этих четверых из дома не вышел вот а осень девяносто четвертый год шатур опустел то есть но на зиму без электричества жить да еще в лесной глуши магазинами не почты не поликлиники ничего и телефона нет это совсем тяжело вот шатур опустел дом загорелся заметили поздно вы заметили какие-то двое значит прибежали сюда на пожар а тут как я понял или дом уже весь в огне был или он уже вообще прогорел вот я так понял что пожарные может быть даже и вообще сюда не приезжали потому что чтобы в то время в девочке четвертом году хотя бы пожарных это надо извиняюсь четыре с половиной километра по лесу идти до ближайшего населенного комната где может быть может быть есть телефон а там просто желая деревушка там может быть и тоже телефона то нету вот надо куда-то еще идти звонить пока они приедут туда это часа два минимум пройдет даже и три поэтому я так подозреваю что там даже и пожарных то не было наверное только милиция приехала значит остались от них одни кости и как я понял там вообще крайне мало что осталось и родственники погибших они символически собрав залу с места пожара сделали вот эту могилку на кладбище символическое получается и вроде как что-то там что еще осталось может быть черепа там ребра куда-то увезли хоронить потому что вот трое-то друзей они не местные были они к нему сюда приехали вот то есть увезли хоронить вот такая история то есть одной стороны вроде как все банально четверо молодых людей явно не самой высокой социальной ответственности но что-то употребляли отдыхали ну там выпили там сигарета не потушены пожар все такое но что лично мне кажется здесь странным во первых но обычно такие ребята они большими компаниями собираются четыре человека это что-то как-то мало но другое дело вот еще что они же все у них дни рождения в сентябре и погибли они в сентябре может быть собрались отмечать дни рождения потому что они все сентябрьские тоже вот может быть отмечаем день рождения ну так одно другому не мешает ну а чего друзей не позвать и или позвали и кто-то остался жив и благополучно ушел оттуда ведь шатур окружен лесом и там в лес уйти это без проблем там и тем более я повторюсь сентябрь месяц со слов вот этого человека шатур то опустел то есть я так понял никто и не видел как вообще дом загорелся вот какие двое только прибежали когда там уже горело вовсю это может быть вообще там из соседей деревни зарево увидели потому что когда дом горит я вот сам наблюдал у нас в соседней деревне в нескольких километрах мы тоже где-то четыре с половиной пять километров дом загорелся какое же яркое зарево было вот так закат прям ночью часа два ночи август месяц темные уже августовские ночи и вот зарево ярко-ярко в небе так что когда там горит даже пускай не очень большой видно далеко поэтому да могли и соседней деревне прибежать соответственно вот странно еще что четверо парней а чуть девчонок с собой не взяли то есть тусовка же явно а чего без девчонок тем более у вас бизнес крутые машины с деньгами явно напряга нет такие люди они сейчас мне кажется еще в моде а тогда тем более девяносто четвертый год чушь без девчонок это как-то скучно тем более но возраст 16-22 года и без девчонок но это как-то странно вот то есть и вот тоже со слов вот этого человека владимира да еще я с ним когда разговаривал про это он мне еще говорит вот ну уже тоже был молодой когда тоже где-то там тусили гуляли отдыхали он говорит ну вот собирается компания да там двое устали полегли спать там двое других там чем в шашки играют третий там еще куда-то пошел то есть но чтоб четверо как бы вот вырубились от его размышления в принципе я согласен да что прям вот вырубились никто не проснулся никто ничего не почувствовал тоже как бы но это несколько странно я бы сказал о вот такая вот история и как я слыхал вот были такие случаи что ну вот в одной деревне я знаю жил один местный житель ну вор местный в общем там тоже то же время было девяносчет девяносто пятый год он вором за иконами в основном лазил к старухам тогда еще старух много было в деревнях за иконы кресты воровали и под новый год тоже сгорел в своем доме вот она против него жила одна старая женщина которая потом рассказывала что из окна видела у него в ту ночь были три визитера а после пожара нашли останки только одного человека а у него было три визитера вот и соответственно все шептались что скорее всего выпивали там пьяная драка убой с целью сокрытия убийства сожгли дом но это другая история просто как пример происходило в те же годы вот девяносто девяносто пятый год может шестой под новый год это было вот так что ну вот такая история но еще вот с этим человеком я поговорил с владимиром он же егерем был там же вот этот шатур он расположен на границе урочища шушмар шушмар да который считается аномальной зоной московской области если читать интернет то есть информация о том что якобы в этом через этот шушмар проходили дороги траты там купцы ездили с товаром и крестьяне и очень много было случаев в начале двадцатого века до революции что они исчезали исчезали там с телегами со скарбом и вот все что везут в общем исчезали бесследно и ничего не удавалось найти я его спросил про это вот слышали я так понял слышал что-то про это но как он сказал сказки он сказал полнейшие сказки что скорее всего может быть были какие-то разбойники когда-то там которые орудовали действительно кого-то убили ограбили там трупы куда-то закопали ну вот но не более того то есть но это как я понял он про это даже не слышал это его предположение что могло быть хотя бы местные и наверное бы там вот папы мамы там от дедушки бабушки что-то такое бы ему вот это вот было бы сказано а в интернете вот эти материалы тоже про вот эти вот исчезновения в шушмаре в районе особенно озера смердячья они ничем не подкреплены то есть если вот не уголовных дел не там чего-то документов никаких то есть просто какие-то воспоминания кого-то даже неизвестно кого кто это вспоминает не имена соответственно пропавших а вот что еще интересно если читать вот про это село шату в интернете то там вы обязательно прочитаете про так называемый змеиный камень который якобы находится в языческом капище про это очень много я не был опять таки у этого камня я спрашивал как пройти мне сказали там заросло река поля разлилась в общем форсировать водную преграду крайне сложно даже не пытайтесь не пройдете но и мы не пошли и как он рассказал нам вот этот наш гид скажем так по и по этим местам что таких валунов то на самом деле много вот загадка только одно откуда на этом камне вот такие полоски как будто бы вот змея ну там как будто бы вот змеи то есть кто их нанес когда и что никакого на самом деле языческого капище там никогда не было вот что все это байки а пошло это вот откуда лет двадцать назад приезжал туда в шатур один блогер и вот местный блогер причем богатый как я понял дрон привез снимать с воздуха снимал местность с металлоискателем монетки искал и вот наткнулся на этот камень и его и вот он придумал что здесь было языческое капище и вот он первый разместил в интернете информацию что вот языческое капище камень вот этот вот и с тех пор пошло потом кто-то там пришли вокруг все раскопали клад искали но под этим валуном искали клад естественно ничего не нашли сейчас судя по фотографиям там стоят какие-то идолы языческие висят какие-то тряпочки ну вот ну может быть кто-то там какие-то ритуалы справляет древние ходит туда как-то исправлять какие-то ритуалы наверное а такие валуны как тоже выяснилось они в этих местностях встречаются откуда неизвестно но при пробашке полей часто вот под плугом как выяснилось в земле могут находиться вот эти здоровые валуны уж откуда они не знаю один валун кстати на кладбище лежал тоже такой природный камень явно большой к откуда он там взялся что он там делает я не знаю как бы но здесь же не горы тоже откуда здесь природные камни да еще такой величины вот у меня на эти вопросы ответов нету но вот по языческому капище можно точно сказать что здесь его видимо никогда не было просто вот попался на глаза человеку камень с полосками а может быть в то время и полосок не было может быть они как-то были позже там насечены хотя нет насколько я помню по его словам полоски были и раньше то есть вот кто-то кто-то зачем-то полоски нанес и вот блогеру пришло в голову что это капище и вот с него это пошло что капище 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 то есть по факту там ничего и нету вот такая вот такие так вот легенды и рождаются а потом начинают туда историческим событиям и потом уже этого за все доказано и так далее и тому подобное то вопрос о всяких вот местах каких-то святых и так далее и тому подобное возникнет ниоткуда да интересно андрей интересно вот уточнение по вот этим четверым погибцем вполне может быть единственно 16 лет бизнесмен не рановаторы бизнесом заниматься один из погибших помощник может быть помощник какой-то помощник ладно спасибо интересно очень цвет рассказ я думаю он будет интересен моим зрителям тоже может быть они еще сами какую-то информацию дети скопают вообще спасибо за то что проявляете вот этот любознательность и изысканиями с этими занимаетесь это полезно таким образом можно как раз найти ответы на многие вопросы